МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А быстрее сможем? Нет! Открытие новой современной детской площадки праздника для детей и для родителей. Замечательное место для игр и занятий спортом появилось здесь благодаря реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды, инициированной президентом страны Владимиром Путиным. Начиналось у нас благоустройство сельской территории в поселке жилого массива Яицкая, конечно, с дороги. Здесь дорога была в очень плохом состоянии. И мы попали в программу комфортной городской среды. Началось у нас... Не мы, но попадя в эту программу, засфальтировали всю улицу Яицкую. У жителей были еще пожелания сделать также засфальтированную площадку общежития, вот дом 1Б, который засфальтировали в этом году, и поставили такую комфортную, красивую детскую площадку. Это все в рамках программы «Комфортная городская среда». Все жители теперь довольны, что в таком населенном маленьком пункте появились такие хорошие центры игровые для детей. Детская площадка – действительно настоящий игровой центр. Взрослым особенно нравится то, что они могут быть спокойны за безопасность своих детей. Вообще, вот с тем, пока я здесь проживаю, а это уже на протяжении 9 лет, и сейчас вот намного улучшилось и качество жизни, да, и сам поселок преобразился. И благодаря Волжской администрации, и программам, которые они включили, наша площадка стала более безопасна, потому что ранее травм было очень много. Я как фельдшер еще местный, вот, было очень много обращений по поводу травм. Сейчас особенно радует то, что покрытие такое безопасное. Детки, если падают, то травмы как бы незначительные, и все это хорошо. Мы очень рады. Нам раньше приходилось ходить в Южный город, через дорогу, чтобы, ну, поиграть с ребенком, потому что, ну, негде было поиграть. А сейчас мы ходим сюда, и к нам даже приезжают гости, и мы с детьми выходим сюда играть, поэтому как бы очень весело, здорово. Поселок небольшой, но площадку очень здесь нужна. Успела оценить преимущества новой площадки и подрастающее поколение Яицкого. Мы здесь гуляем, развлекаемся, веселимся. Мы тут на руках ходим. На руках где? Ну, вот на мягкой поверхности. Мы сидим вот на этой лавочке и встаем на руки и ходим. В ближайшее время в Яицком планируется по программе развития сельских территорий привести в порядок и освещение всего жилого массива. Терпение и смелость, элегантность и грация. И все это под дружеское ржание и громкие аплодисменты. В селе Воскресенко состояли соревнования по конному спорту на Кубок муниципального района Волжский. Площадкой для проведения состязаний стал манеж конно-спортивного клуба «Фаворит». Кто лучше обуздает лошадь и проедет маршрут без ошибок. За главный приз боролись свыше 30 наездников из разных уголков Самарской области. Участники соперничали в двух категориях открытый класс и дети. А вот как с ними надо? С ними надо строго или ласково? С ними надо ласково. Ласково? А кнут? Пряник к пряникам, а кнут? Ну, кнут не обязательно. Он реагирует на причмокивание. Конкур – это соревнования, в которых все зависит от взаимопонимания всадника и лошади. Здесь требуется продемонстрировать свободу и энергию четвероногого напарника, его скоростные качества и повиновения. Кабула Балтика. Она опытная достаточно лошадь. На ней хорошо прыгать. Только она может очень быстро начать скакать. Но ее можно сокращать. Это значит уменьшать скорость голуба. Я один раз прыгала без рук на лошадь. Мне понравилось то, что как будто я лечу, как будто у меня крылья за спиной выросли. Дистанция 300 метров с 8 препятствиями и 3 высоты 60, 80 и 100 сантиметров. Если лошадь, например, не хочет преодолевать препятствия, за это всадник штрафуется четырьмя штрафными очками. За второе непреодоление препятствий всадник исключается из соревнований. И также, если лошадь разрушает препятствия, сбивает жертвь, это 4 штрафных очка. Для успешного участия в конкуре требуется длительная и упорная тренировка. От лошади требуется большая сила, высокая координация, а также гибкость и пластичность движений. Главные качества наездника терпение и решительность, высокое искусство управления и тонкий расчет со знанием психологии. Ребята признаются, что лошади ничего не должны. Это спортсмены нужные результаты. Поэтому всадник должен быть с головой. Многие люди думают, что нужно работать над высотой, на самом деле. Но вот как раз-таки весь секрет в том, чтобы работать на низких высотах, отрабатывать все крутые повороты, подходы, расчеты, чтобы лошадь сама уже на автомате могла посчитать, если что, помочь всаднику. Если вдруг человек сам додумается. Вот тут чисто командная работа. Для многих участников соревнований конкур больше, чем спорт. Нагрузка здесь распределяется на мышцы, практически не затрагивая суставы и кости. И в будущем ребенок никогда не столкнется с артритом или искривлением позвоночника. Уроки верховой езды развивают целеустремленность, волю к победе и чувство уверенности. Немаловажен и социальный аспект. Во время занятий ребенок учится понимать лошадь. Это общение учит дружбе, состраданию, пониманию и работе в команде. Соревнования важны тем, что мы задействуем большое количество детей. Потому что ребятишки с удовольствием приходят и занимаются с лошадьми. Заниматься с лошадью – это не только скакать и прыгать, это и ухаживать за ней. Развивается у человека и интеллект, и душа как-то проще, добрее люди становятся от этого. Победители соревнований получили заветные кубки, остальные участники также не остались без призов. А лошади получили индивидуальные награды, сладости и пару выходных от тренировок. Более 5000 кур, 600 свиней и 70 голов крупного рогатого скота. За всем этим стоит не одно фермерское хозяйство, а целых 8. Большинство из них расположены в Волжском районе. В прошлом году они объединились в сельскохозяйственный кооператив. И благодаря тому, что есть несколько направлений разных, сельское хозяйство, супермаркет, кафе, автосервис, парикмахерский, вот этот кооператив, который объединился с нас несколько человек, наверное, мы можем друг друга как-то поддержать и в трудные моменты выстоять. Это один из самых замечательных кооперативов, образцово-показательных, потому что мы видим, как здесь соединены усилия производителей сельскохозяйственной продукции, переработчиков, и дальше это все поступает к конечному потребителю. Это очень здорово. Участники кооператива получили господдержку по программе развития сельского хозяйства. В этом году за счет субсидий приобрели оборудование для убойного цеха. По забою 5 голов в день, ну, в принципе, до 8 забивать можно. Ну, вот, как вы видели, сейчас идет, ну, скажем так, ускоренная сборка и ремонт там в помещении. Большинство сотрудников этого кооператива – жители села Подъем Михайловка. В будущем предприниматели планируют открыть молочный цех, а это не только качественный товар на магазинных полках, но еще больше рабочих мест. И вот сейчас, оборганизовывая вот этот кооператив, мы еще привлекли людей. И мы планируем при расширении, если мы построим молочный цех, понятное дело, что там будут набираться еще дополнительные люди. Мы с вами в кооперативе собирались, разговаривали. Самое главное, что в кооперативе у людей есть доверие друг к другу. Это самое основное. Кооперативное движение растет, но мы бы хотели увидеть более активное участие отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей в этом движении. Потому что мы на примере этого кооператива видим, что совместные усилия дают очень хороший результат. Также кооперативам предоставляются гранты на развитие материально-технической базы в сумме до 70 миллионов рублей, 50-процентное субсидирование затрат, понесенных на приобретение техники и оборудования. Такая поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малые и средние предпринимательства». Проект инициирован президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора сельскохозяйственной кооперации в регионе уделяется особое внимание. Конечно, необходимо продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования. И отмечу здесь, что в совокупном объеме производства продукции сельского хозяйства вклад этих предприятий растет. Среди лидеров движения сельхозкой операции – Волжский район. Во-первых, Волжский район сегодня активно участвует во реализации всех национальных проектов. И мне хочется порадоваться за то, что строятся детские сады, школы, строятся дороги. Благоустраиваются наши территории по различным программам, по комплексному развитию сельских территорий, по комфортной городской среде, по участию населения в этих всех мероприятиях. Я хочу поблагодарить всех наших волжан за их вклад, за их участие, за все то, что они делают во благо жителей и Волжского района в целом. В 2019 году в регионе появился 21 кооператив, насчитывавший 130 участников. Уже в этом году в существующие новые объединения были приняты еще 58 фермеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова